Это новости. Меня зовут Лаура Жакупова. Здравствуйте. Избран попечительский совет общественного фонда Казакхалкана. В его состав вошли 14 человек. Это известные общественные и госдеятели, представители гражданского общества, меценаты и другие авторитетные казахстанцы. На пост председателя избран доктор медицинских наук Юрий Пя. Напомним, попечительский совет это постоянно действующий коллегиальный орган. Он отвечает за определение основных направлений работы фонда и его задача. Также утверждает бюджет, осуществляет другие контрольные и организационные функции. Председатели бизнес-сообщества, меценаты и неравнодушные граждане могут перечислить средства на счет фонда по одному из следующих реквизитов. Они сейчас на экранах. Сейчас расскажем об эпидситуации в республике. Цифры по-прежнему растут. За минувшие сутки зарегистрировано уже свыше 13,5 тысяч новых случаев заболевания коронавирусом. Рекордсменами по числу заражений по-прежнему остаются столица Карагандинская область и Алматы. Сумели побороть вирус 1627 казахстанцев. Лечиться от ковида продолжают 67 700 человек. Из них в стационарах находится 6 186 и 253 пациента в тяжелом состоянии. 44 подключены к аппарату ИВЛ. Ну а семеро казахстанцев, к сожалению, скончались от коронавируса и связанной с ним пневмонией в Казахстане. Актуальную статистику приводит Минздрав по состоянию на 14 января. Ну что ж, в зеленой зоне уже в нашей стране не осталось ни одного региона. По данным Атрицы оценки эпидситуации в Казахстане на 16 января в красной зоне находятся казахстанская столица Алматы, Шимкент, Атырауская, Алматинская, Акмолинская, Актюбинская, Западно-Казахстанская, Жамбылская, Мангистауская, Карагандинская, Козлардинская, Костанайская и Павладарская области. В желтой зоне все оставшиеся. 225 человек погибли в Казахстане во время январских событий. И это общее число жертв. Их озвучил накануне на брифинге СЦК начальник службы уголовного преследования Генпрокуратуры, при этом отметив, что среди погибших вооруженные бандиты они принимали участие в терактах. В списке жертв также 19 военнослужащих и сотрудников полиции. И также, к сожалению, мирные жители. Их число не уточняется, пока прокуроры рассказали детали произошедшего. В общей сложности пострадало более 4,5 тысяч человек. В основном представители силовых структур. Ведомстве отмечают, что это пока предварительные цифры. Могут они, конечно же, измениться. Сейчас следственная оперативная группа расследует 546 уголовных дел. 44 из них по факту терроризма. 34 связаны с массовыми беспорядками. Еще 15 с убийствами. 446 человек под стражей. По словам представителей Министерства здравоохранения, за медпомощью обратилось свыше порядка 2700 пострадавших. Лечение продолжает получать 265 из них. 67 сейчас в реанимации. Медики провели уже свыше 500 сложных операций. 175 пациентов скончались. Не боятся выступать в качестве свидетеля, если вдруг вы стали очевидцем беспорядков, призывают казахстанцев ветераны полиции. Показания и улики помогут ускорить ход следствия. Как долго оно может длиться, об этом мои коллеги поговорили с теми, кто много лет служил в органах внутренних дел. Свыше 500 уголовных дел расследуют в Казахстане по факту беспорядков. В ходе следствия цифра может стать больше, считает юрист Марат Кугамов. Помочь правоохранителям, по его мнению, могут те, кто пострадал или стал свидетелем событий. Многие жители нашей страны были очевидцами. Поэтому не надо бояться, надо выступить в качестве свидетелей. Если вы что-то лично наблюдали, слышали во время этих событий, кто-то, возможно, пострадал от преступления, но не обозначен в уголовных делах как потерпевший. Предметы или документы могут быть выражены, например, в фотографиях, в киносъемке, в аудио-видеозаписи. Если речь идет об объектах предпринимательства, надо полагать, там прошли соответствующие документальные исследования, поэтому справки, возможно, акты ревизии и так далее, тоже надо предоставить. Сделать это нужно для того, чтобы следствие не теряло времени на поиски улика, сосредоточилось на установлении и задержании тех, кто совершил преступление. Я думаю, следствие идет полным ходом, потому что люди работают днем и ночью. Сейчас ищут доказательную базу, ищут свидетелей, поэтому она, естественно, время займет. Поэтому огромная здесь помощь должна быть от нашего населения, от граждан Казахстана. То, что событие, произошедшее в Казахстане, организованная акция, было понятно изначально, говорят ветераны полиции. Участники массовых беспорядков были слишком хорошо подготовлены. Понятно и другое. Пока рано делать какие-либо выводы и называть имена. Следствие – процесс сложный. Особенно по событиям такого масштаба. И он может затянуться. Как специалист считаю, что у них даже был свой канал связи, потому что другие каналы, каналы МВД и КНБ, они прослушивались бы. Значит, эта акция готовилась не один день. Это она готовилась даже, может быть, не один год. Сейчас в ходе следствия будет как ком наворачиваться, потому что являться будут новые люди. Значит, будут показания. Поэтому сказать, что вот это следствие, вот двухмесячный срок уляжется, я не могу. Потому что это долгая работа. Это кропотливая работа. Кроме того, в ходе этой работы, чтобы не пострадали невинные люди, здесь надо досконально, законно, в правовом поле разбираться. Поэтому здесь торопиться не надо. Зато надо поторопиться с решением других вопросов. Казахстану срочно нужна новая нормативная база координации действий силовых органов в критических ситуациях. Об этом говорят не только те, кто много лет проработал в полиции. Внимание на это обратил и президент. Глава государства дал распоряжение провести соответствующую работу. Мы, выходцы из народа, должны были полностью обеспечить безопасность этого народа. А в какой-то степени, особенно в первоначальный период, этого силовые структуры не обеспечили. Это большой минус. Это большой минус. И большие к нам должны быть претензии. Мы это не скрываем. Позволили захватить государственные учреждения, государственные структуры. Государственные структуры. Это как раз говорит о минусе служб, что неглубоко работали. Надо пересмотреть и специальные службы, и службы МВД. Сейчас не нужно тянуть нам. Мы из этого должны сделать неспешные, правильные выводы, где у нас оказались узкие места. Во время беспорядков разграбили несколько оружейных магазинов. Часть украденного удалось изъять во время досмотров, обысков и задержаний. Теперь нужно найти остальной арсенал. Сейчас очень важно провести сопоставительный анализ. Сколько оружия было официально изъято после этих событий в разных местах. И, соответственно, сколько оружия было вывезено преступниками из оружейных магазинов. Для того, чтобы вывести разницу, которая будет указывать на то, что какая-то часть оружия еще не обнаружена. Соответственно, если даже исходить из расчета одна боевая единица оружия на одно лицо, то мы можем уже сказать, какое количество преступников по-прежнему владеет этим оружием. По словам Кугамова, основная масса фигурантов дел может быть известна уже в начале марта. Хорошо помогла бы при расследовании дактилоскопическая регистрация. Речь идет о создании базы отпечатков пальцев всех жителей страны. Однако ее внедрение в Казахстане отложили до 2023 года. Ирина Банфилова, Марадзи Хамбаев и Нурдаулет Жексыбаев. Хабар, 24. А глава МВД Ерлан Тургумбаев поручил тщательно проверять поступающие жалобы граждан на действия сотрудников полиции. Этим займутся в Департаменте собственной безопасности. В республике продолжается мероприятие правопорядок. Полицейские несут службу в усиленном режиме, изучают записи с камер видеонаблюдения, идентифицируют участников погромов и грабежи. Но вот проверять и просматривать сотовые телефоны граждан без их согласия либо при отсутствии санкции суда сотрудникам полиции запрещено, напомнили в министерстве. Ну а собственно пожаловаться на неправомерные действия. Граждане могут по телефонам колл-центра. Их номера сейчас на экранах. Можно позвонить на круглосуточный телефон доверия 1402. Обратиться также на блок министра, во фронт-офисы Ашакаланы и в территориальные подразделения собственной безопасности. В Кыргызстане четвертая волна COVID-19. За последнюю неделю там резко увеличилось количество случаев заболевания. По данным Минздрава, республика находится в желтой зоне риска. А вот сама столица Бишкек в красной. Общество Красного полумесяца запустило свою скорую помощь дополнительно к уже существующим бригадам экстренной отложки. С подробностями наш собственный корреспондент в Кыргызстане Бакыт Чермашев. За последние три дня ежедневный прирост заболеваемости в республике составил 30%. Чаще всего болеют в Бишкеке. В четыре раза больше, чем в регионах. За последние сутки в столице выявлено 586 новых случаев коронавируса и вне больничной пневмонии. В то время, как в самом отдаленном регионе Баткенской области всего пять. Общество Красного полумесяца Кыргызстана решило запустить автомобиль неотложной помощи для того, чтобы взять на себя дополнительную нагрузку, которая легла на плечи столичной станции скорой помощи. Нам удобно работать со службой 118, где, например, мы взаимодействуем по степени. То есть, их специалисты выезжают на место, сделают забор ПЦР-теста и так далее. И, к примеру, нужно госпитализировать этого человека. Он нетранспортабельный или ему нужна кислородная терапия. Служба 118 в силу своих функций в ее задачи не входит. Здесь мы уже подключаемся и берем вызов от них. Медики Бишкекской станции скорой помощи такой поддержки только рады. Из-за роста числа заболеваний коронавирусом медики вынуждены обслуживать поступающие заявки дольше, чем обычно. Ухудшает ситуацию статистика острых респираторных заболеваний, которая в зимний сезон традиционно повышается. Вместе с этим у столичной экстренной медицины есть и кадровая проблема. Из-за невысокого заработка и недостаточного технического обеспечения на станцию скорой помощи идут работать немногие. Дефицит врачей и нехватка автомобилей стали особо устро ощущаться во время пандемии коронавируса. Есть расчет. Одна круглосуточная бригада на 10 тысяч населения. То есть на наш город у нас официально стоит на учете 1 миллион 48 тысяч. Это в центрах семейной медицины. Нам как минимум нужно 100 бригад. Сейчас показатель распространения инфекции превышает 3,4. Именно столько человек может заразить один больной. Число выше единицы показывает, что идет рост заболеваемости. По данным Минздрава, вакцинацию прошли больше 1 миллиона 200 тысяч каргастанцев. Между тем, в республике выявлены первые случаи заражения штаммом коронавируса омикрон. После изучения ПЦР-тестов 165 пациентов Республиканской инфекционной клинической больницы у двоих из них подтверждена южноафриканская форма инфекции. Бакыч Ермашев, специальная для Хабар-24, Бишкек, Кыргызстан. Еще о том, что в мире мощное извержение подводного вулкана произошло недалеко от острова Тонго в Тихом океане. Выброс пепла, пара и газа при извержении достигал высоты 20 километров. Радиус 260 километров. Вот такие данные привела геологическая служба Тонго. Извержение сопровождалось ударными волнами. Воскресное извержение стало предупреждением об опасности цунами для Фиджи, Австралии и Новой Зеландии. Цунами обрушилось на японской побережье после извержения подводного вулкана Хуанга-Хаапай в королевстве Тонго. Высота волн достигала почти полутора метров. Жертв и разрушений, к счастью, нет. Но сам удар пришелся по островам Хоккайдо, Кочи и Вакаяма. Власти Чили распорядились закрыть пляжи во многих регионах этой страны из-за угрозы цунами. Национальное управление по чрезвычайным ситуациям приказало эвакуировать жителей нескольких прибрежных районов. А вот ученые считают, что дойдя до берегов Чили, стихия уже ослабнет. Согласно последнему отчету океанографической службы ВМС Чили, есть опасность цунами в прибрежных районах регионов Кокимба и Лос-Риос. Населению обоих регионов нужно организованно и спокойно эвакуироваться в безопасные точки, оставаться в безопасной зоне и следовать инструкциям властей. Что касается нашей страны, то на большей территории объявлено штормовое предупреждение. По прогнозам метеорологов, осадки в виде снега, дождя ожидаются в Казлардинской, а также в горных, предгорных районах Туркестанской области. Во власти снега окажется север республики, туман накроет горные районы Жамбылской области. Ветреная погода установится в Алматинском регионе, а в большинстве областей метеорологи прогнозируют метель и гололед. И вот о погоде расскажем в нашей столице. К слову, 16 января в казахстанской столице также установится низовая метель и гололед. Местами порывы ветра достигнут 20 метров в секунду. Расскажем теперь о ситуации с закрытием дорог по состоянию в Карагандинской области из-за ухудшения погодных условий, дождь и гололед. Введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на четырех участках автомобильных дорог, таким образом, сейчас из областного центра. Нельзя выехать в направлении Нурсултана, Жизказгана, Балхаша, Каркаролинска и Экибастуза. Пока к этому часу все. В 16.00 ожидаете новости с урдопереводом. До встречи.